Я поделюсь небольшим словом Мне нечего вам предложить, кроме Евангелия Скажи, Евангелие Вы знаете, что Я верю, что пробуждение все-таки будет И для этого нам нужна с тобой победа Сия победа, победившая мир, есть вера наша И я хочу пропобедовать веру Веру, о которой апостол Павел говорит, что он ее когда-то истреблял Вы знаете, что я тоже был когда-то таким хулиганом, который пытался истребить веру Но вы знаете, что Богу нужны проповедники И повторю, что Через проповедь немощных проповедников к нам пришло Царство Божие Аминь И знаешь, апостол Павел не хотел добровольно соглашаться на проповедь Богу пришлось с ним поработать немножко И он стал таки проповедником И знаешь, некоторые из вас, я хочу вам сказать пророчески Не получают успеха в некоторых вещах своих Только потому, что Бог призывает вас быть проповедником Точнее, даже быть свидетелями Потому что для пробуждения Богу нужны свидетели В этом слове «свидетель» Есть так много силы Он говорит, вы будете мне свидетелями Скажи, свидетель И вот наша вера дает нам сильное, непоколебимое свидетельство о Божьем Царстве И когда мы приходим к людям этого мира, которым не открыто Мы приходим как свидетели того, что Иисус Христос жил, умер и воскрес Для нашего оправдания И вот эти свидетели, они обладают невероятной силой Для этого Бог послал Духа Своего И пророчество исполнится Что на всякую плоть я изолью от Духа Моего И будете мне свидетелями Богу нужны свидетели Которые свидетельствуют о Его Божественной силе О Его могуществе О Его слове, о Его замыслах Поэтому я вас приветствую, церковь свидетелей Аллилуйя И я вам хочу сказать простую мысль Как бы я не был гениален Стал, говорит, от своей гениальности Как бы я не был красноречив И как бы даже я не был помазан Я не смогу пойти туда, куда ты должен пойти Поэтому у Бога есть чудесный план Писание говорит, ибо только я Бог говорит через пророка Ибо только я знаю намерение о вас Намерение во благо, скажи во благо А не во зло И уж кто несет великое благо в нашу жизнь Это Господь наш, Иисус Христос За что Ему слава на этом месте И все доскажут Аминь Давайте откроем книгу Иеремию 23 главу 29 стих Это будет такая небольшая преамбула Видите, из-за того, что я пою У меня, как у проповедника, осталось минимум работы Это будет одна из самых коротких проповедей Я так этому рад Аллилуйя Вы чувствуете Бога на этом месте? Я чувствую Это так славно Атмосфера Его Царства Итак, Иеремия 23 глава 29 стих Слово мое Неподобно ли огню, говорит Господь И неподобно ли молоту Разбивающему скалу Мое короткое послание будет называться Евангелие на молотке Или энкаунтер с молотком Библия говорит Слово мое Неподобно ли молоту Разбивающему скалу Если вы смотрели Каким-то образом Удивительные фильмы Марвел Вы видели такого героя Тор, знаете его зовут Тор И он там с молотком Видите, да, кто? Я понимаю, что грех, конечно Но вы же смотрели Не к смерти, конечно, да Не к смерти, слава Иисусу Но вы смотрели И он там кидает этот молоток И разбивает скалу Вот этот образ сегодня Он так востребован этим поколением Мы так хотим сверхъестественного Заметили, да, что в кинематографе Это таким трендом стало Сверхъестественная Там какая-то Сверхъестественная четверка, пятерка Все супермены вылезли, понимаете Из своих подвалов Потому что поколение Жаждет сверхъестественного Но более того Бог жаждет сверхъестественного Говорит, я и залью на всякую плоть Кого? До моего сверхъестественного духа Ребята, мы соскучились По сверхъестественному Аллилуйя И говорит, слово мое Неподобно молоте И знаете, когда мы коснеем в чем-то Бог посылает свой молот И ударяет нас Единственное, что это не молот Тора А это молот благого Бога Который посылает в нашу жизнь Свои идеи, свои откровения И это оживляет нас Аминь И я сегодня хочу прочитать Просто пару мест из Евангелия Которые ударяют меня Как молотком Которые, знаете, вот Есть такая фраза Как из-за угла лопаты Вот ты шел и как Бам, прилетело И вот знаете Иногда просто прилетает Это слово Божье Я хотел бы, чтобы оно прилетело Но знаешь, я хочу тебя вдохновить Когда тебе от Бога прилетает Это значит, проблемы решаются И ты живешь в победе Которой молишься О которой мечтаешь И все это скажут Аминь И я хочу вам сказать Что слово Божье Всегда приходит с его дыханием Скажи дыхание Аллилуйя Послушайте В естественной жизни Ни один человек Не сможет вам ничего сказать Без дыхания Если я не дышу Значит, я не могу сказать слово Вот так же Бог Если он не дышит Он не говорит слово Поэтому его дух Его дыхание Руах Оно всегда есть в слове И я вам не врал Когда читаю его слово И погружаюсь в его слове Я каждый день Просто по плану Вот как сегодня Пастор Федор делился И говорил Просто по плану Я по плану читаю И переживаю благословение Потому что Когда Бог говорит Он всегда дышит И чувствовать его дыхание Это великое блаженство Аллилуйя Ну, ты можешь сказать Аминь Несколько мест из Писания Давайте откроем Первое послание Коринфянам Первая глава 21 стих Хочу просто напомнить вам Евангелие Евангелие на молотке Евангелие с молотком Не знаю Такой образ Может быть корявенький Ну и Бог с ним Зато мы запомним это Аминь Что же там Как фарисеям Все комарация Что ли Итак Первое послание Коринфянам 1.21 И как по великой Мудрости Божией Этот мир Несмотря на всю Его мудрость Видите Писание признает Мудрость этого мира Вы слышите меня? Писание признает И как по великой Мудрости Божией Этот мир Несмотря на всю Его мудрость Так и не смог Познать Бога Потому что Помимо мудрости Есть еще Премудрость Мудрость Которая превышает Мудрость И вот по этой Великой Премудрости Богу было угодно Спасти тех Кто поверит Через безумие Возмещаемые вести Безумие И вот знаете Я в который В очередной раз Читал это место Апостола Павла Который мы так много Цитируем Так много проповедуем И знаете Оно меня ударило Как молотком Я подумал Во что я верю? Я стал проверять себя Во что я верю? И вот Я может быть Чуть-чуть С юмором Моя немножко Такая будет Интерпретация Представьте себе Девушка 16 лет Помолвлена С мужчиной Не будем говорить Какого он возраста Не будем уточнять Ее зовут Маша Его зовут Йося И вдруг Оказывается Что она беременна Скажи Беременна Ее спрашивают Маша Ты кем беременна? Она говорит Богом Сыном Божьим Я беременна Как? У вас же с Иосифом Ничего не было Ну вот Дух Святой Сошел на меня Я сделалась Беременна Иосиф Вы со мной? У вас такое Евангелие? Ну Там написано Что прежде чем Она говорит Она имела в очреве Она зачала Иосиф был неплохо воспитан Видимо синагога Там хорошая еврейская семья Он говорит Он ее хотел отпустить Ну послушай Так бы Так бы вроде бы Надо как-то обидеться Надо как-то что-то Радикально сделать В сторону такой Непонятной женщины Которая В таком возрасте Забеременела Еще говоря Забеременела С Сыном Божьим Он говорит Ну Он говорит Надо ее отпустить И Небеса посмотрели На Иосифа Поняли Что он не поверит Ему нужно Ангельское посещение Понимаешь Мы в некоторые вещи Не можем поверить Если не будет Ангельского посещения И ангел Пришел ему во сне И говорит Слушай Не отпускай Это план Божий И видимо Иосиф вспоминает Пророчество Которое он слышал Все девы Примет Родит Сына И нарекут Имя Эммануил И он ее Оставляет Рождается Этот сын Ну представьте Если вот просто Соседки приходят И говорят Кто Кем ты беременна Ну Стали Сын Ну представьте Себе В этой ситуации Безумная ситуация Как Синодальный язык Говорит Юродивая Немножко ситуация Павел Не ересь Говорю Нет И потом Этот сын Растет Также в семье Какой-то он Ну Написано Что укреплялся Духом Он растет В 12 лет Он теряется В храме Каким-то образом Среди учителей Торы Удивляет их Своей мудростью Премудростью Вот Потом он Он Потом он до 30 лет Опять Живет В семье В 30 лет На него Входит Дух Святой В виде голубя В виде голубя Звучит с неба Глаз Ты сын мой Возлюбленный В тебе мое благоволение В тебе моя радость Он начинает служить Он набирает в себе учеников И когда он набирает в себе учеников Он говорит Ребят Я настолько сильно люблю вас Я настолько сильно обожаю вас Что я умру за вас Кто умрет Бог Ну как это поместить в сознание Вот как вы думаете Я вас поздравляю Вы в это верите Ну это Это безумство проповеди Это юродство проповеди Бог Ты что за нас умирать будешь То есть при своем величии При том что ты сотворил Весь этот мир Сотворил меня Как венец творения Ты будешь на нас умирать Да Ибо так возлюбил Бог мир Что отдал сына своего Единородного Дабы всякий верующий в него Не погиб Скандирует Этот сын Божий И что удивительно Спустя три с половиной года Сын Божий умирает Ну ладно умирает Третий день он берет Воскресает Поэтому на Пасху Мы все время приходим И говорим Христос Есть у меня такой куплет Иисус Господь И Он воскрес И мы воскресли с Ним И если в это веришь ты Скажи со мной Если мы И потом апостол Павел Скажет Об этой юродивой проповеди Что если ты веришь Именно так Вот так ты и спасаешься Вот этой проповедью Он воскрес Они пришли к могиле Там нету Там сидят два парня Блестящих одежды Говорят Что вы ищете Живого между мертвыми Его здесь нет Он воскрес Ребята Это вынос мозга Полнейший Это полностью Иррациональный факт Не влезает Ни в какую логическую Никакую логическую концепцию Ни Платон Ни Аристотель Ни Сократ Ничего подобного Рядом здесь нету Понимаете Это полностью Иррациональный факт И это можно принять Только верою Маленькой Простой Детской верой С горчичной зерной Люди Поэтому отцы церкви Когда рассуждали Над этими фактами Они сказали Один из них У него было Простое русское имя Тертулиан Он сказал Верую Ибо абсурдно Все Вот здесь хорошее место Чтобы аплодировать Иисусу И если ты называешь Себя верующим Ты вот в это веришь Мой друг И тем И когда ты веришь В это Тогда легко верить И в исцеление В обеспечение Ту победу О которой ты молишься Легко поверить Но ты полностью Принял Принял Потустороннюю информацию Которая превосходит Разумение И это просто Как молоток Это евангелие С кувалдой Понимаете Это просто Вообще не вписывается И он воскрес А потом он говорит Слушайте Вам нужна помощь Мальчики Девочки Вам нужна помощь Вы не сможете Это так просто Знаете Как бы Узнали Как исторический факт И все Вам нужен Мой дух Скажите Мой дух Божий дух Вам нужен дух И поэтому Послушайте Он говорит Я и залью В последние дни И залью От духа моего Аллилуйя Вот это дыхание Бога Который должен носить Каждый христианин Аллилуйя И вот это Бьет меня молотком Аминь И знаешь Когда ты Поднимаешься На уровень Этой веры То все Что ты хочешь Исцеление Обеспечение Успех В служении На этом уровне Веры Все происходит Автоматом На этом уровне Веры Ты Ты Восхищаешь Царство Божие Ты живешь В царстве И все Написано Прикладывается Аллилуйя Бог подними меня Скажи Бог подними меня А еще Можно сказать Нерелигиозно Шарахни меня Господь Словом своим Если вы Боитесь Так говорить Скажите Обнови меня По слову твоему Аминь Аминь Аллилуйя Слава Иисуса Давайте Господу Подарим Славу И вот Иисус С этим Молотком Слово Приходит Луки 4 Иисус Приду Над 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 аллилуйя и последнее место это апостол павел понимая все эти вещи имея полное упование в боге строя свою жизнь на фундаменте который называется иисус христос строит церковь который стоит на основании апостолов и пророков имея самого иисуса краеугольным камнем апостол павел говорит нам как мы должны себя чувствовать люди верующие как мы должны парить на крыльях веры он говорит филипписам 120 при уверенности и надежде моей что я ни в чем посрамлен не буду но ныне как и всегда возвеличится христос скажи возвеличится закроем свои глаза и создавай сегодня мы уже успокоимся мы просто как дети принимаем эту веру а что нам делать да господи мы рационально ничего не можем объяснить поэтому просто принимаем это дар веры абсолютно свыше это свыше фу аллилуйя возвеличится христос в теле моем жизни то ли смертью говорит апостол павел ибо для меня жизнь христос а смерть приобретение слушайте по самому иисусу ударил молот его тело было ломимо воплощенное слово по нему ударил молот его тело было ломимо за наши грехи за наше беззаконие но у бога есть благой план он не изменен и поэтому на третий день иисус воскрес и в этом наша надежда в этом наша вера подними свои руки аллилуйя иисус мы в обновленной вере принимаем тебя сегодня и благодарим тебя за эту сильную чудесную церковь божью за посольство иисуса отец защити тьмы ангелов господь ополчаются вокруг этой чудесной церкви вокруг этого служения бог пух аллилуйя божий дух святой спасибо тебе за то что этот дар веры изливается сегодня на нас приходит обновление 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 во имя иисуса обновление церкви обновление нашего ума мы послаем что есть воля благая угобная и совершенная мы переходим от славы в славу от веры в веру от силы в иисус будь прославлен возвеличься в этой церкви иисус христос сын божий который пребываешь неприступном свете да возвеличишься ты и весь народа скажет аминь слава иисусу христу слава сыну божьему дорогая церковь посольство иисуса я просто хочу сказать я вас благословляю спасибо что вы позвали пусть бог благословит вас можно я кому-то микрофон передам да слава